я доброе времени суток скоро уже зима надо уже готовиться сами знаете уже надо подготавливать к зиме я решил записать это прощальное видео с мотор буксировщиком и куза буду с ним прощаться и буду пересаживаться на более более посерьезней технику хочу взять помощнее технику сегодня мы отправимся в x motors и посмотрим какой ряд новых моделей предоставит именно для езды по снегу технику прошлое видео прошлого сезона я как на ней ездил можете посмотреть найти у меня на канале были там сравнение с лыжным модулем и модульным толкачем техника не подвела мне понравилась эта техника ничего каких особо серьезных поломок не было в общем я был доволен как бы так теперь поехали в компанию x motors сейчас посмотрим что предложит их смотрят сейчас немножко нас проконсультируют объяснят что почем и как ну а дальше буду уже по ходу дела вам рассказывать что будет нравиться что не нравится в общем смотрите мой канал оставайтесь на канале мы погнали за снежиком ну вот друзья мы сейчас находимся в торговом зале компании x motors я вообще хотел снегоход тунгус но сейчас начали делать новые модели на базе тунгуса это сделали модель про макс и сейчас я хочу вот проконсультироваться у бориса которую сейчас уже загнали этот снегоход сейчас немножко он нам расскажет что да как немножко по характеристикам борис русская нам борис сегодня расскажет немножко про вот этот аппарат и такую технику комплектация установлены накладки расширители выше что более позволяет лучше проходить пухляк и не дает снегохода взрываться в снег который будет мягкий либо еще какой-нибудь и управляемость добавляет помимо этого всего они доработали по их спецзаказу каталонные втулки поставили как видите у него дизайн совсем другой абсолютно полностью весь пластик обклеены красиво обклеены цвета очень органичные подходят и в комплектацию входит еще вот такой вот кофр кофр идет термический из материала плотный удобный вместительный и помимо этого как бы он еще держит и тепло и холод внутри в нем если нужно будет температуру определенно держать ну еще плюс помимо этого всего у него есть фаркоп где можно использовать сани сани можно использовать метр семьдесят два метра до 200 килограмм он спокойно за собой потянет с учетом нагруженности двух человек гусянка у них идет 500 широкая что еще нужно сказать о данной модели двигатель идет четырех тактный общего назначения очень экономичный тяговитый двигатель тянет за собой груз хорошо и он как идет как электро стартер ручной старте подогрев ручек идет и подогрев курка идет двухуровневый вот это первый уровень у нас включается выключаем и второй уровень это слабже и сильнее здесь мы видим это электро стартер подсос чтобы его завести ну из 8 как фара включается и включается тише чем любой двухтактник экономичный что принципе большинство людей подталкивают на приобретение четырехтактных двигателей то что техника очень экономно на топливом нужно будет не сильно очень тратить а двигатель китайский стоя здесь стоит ланчин да и исходя из того то что движки установлены ланчин ланчин это премиального качества двигателя ставится именно в 650-х промоксах ставится ланчины двигателя поэтому качество движков очень хорошим сколько ему надо этот обкатать километров 300 км обкатка первое то происходит потом 900 км 2 у него не моточаса километраж нет у него всех километража и потому что у него есть датчик скорости датчик который считывает пройденный километраж исходя из него по книжке делается определенные до еще есть такой бардачок кстати хорошее место кстати много вообще много всего книжечка лежит это гелевый аккумулятор гелевый даже ct 1214 установлен 40 вольтовый не у 12 вольтовый 400 до 12 вольтовый 14 не по расходу по честным даже если правильно рассуждать ни на одном снегоходе невозможно озвучить точный расход потому что будет зависеть во первых это погодные условия какой покров у вас и сколько груза вы тянете за собой поэтому у них расход всегда разница даже 2 так не 4 так не в среднем расход от 5 до 8 литров будет это это так чисто средний ну это пыль по сравнению с бураном до 20 до полутинику от двадцатки до полтоса до выходит угол поворота ну в эксплуатации посмотрим как он себя поведет удобно сидеть аппарат нормально это конечно не полноценный такой как викинги там это они конечно мощнее но у меня одна столько денег не хватает так что оставайтесь на канале и подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующие видосы по эксплуатации такого снегохода фирмы про макс так как уж просто повернул один раз зажал вот сюда пальцы а вот так а вот а а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...